В конце лета 2021 года наша организация сдала в эксплуатацию заказчику систему видеонаблюдения, где было установлено чуть меньше 150 видеокамер. В каждом управляющем узле были установлены удаленные рабочие места мониторинга, стойки и в этих стойках источники бесперебойного питания фирмы YPON. По их заданию заказчика, эти источники бесперебойного питания должны были комплектоваться платами удаленного мониторинга и управления. Мы эти платы закупили, установили, заказчик потребовал, чтобы они были рабочими и, соответственно, чтобы мы показали, как с помощью программы WinPower можно было видеть состояние батарей, нагрузку, входное напряжение, выходное напряжение и сделать некие оповещения и сценария для удобства дальнейшей работы. Около 10 тысяч рублей стоит каждая плата. Но встал вопрос, каким образом их активировать. 4 месяца мы переписывались с представителями компании YPON, для того, чтобы они нам подсказали, как можно зайти на веб-интерфейс платы и настроить ее в системе, чтобы можно было каждый блок беспребойного питания удаленно мониторить. Спустя 4 месяца мы получили ответ. Причем, насколько я понимаю, судя по оригиналу пересылаемого сообщения, это было какое-то иностранное представительство, которое отвечало российским коллегам. Мы поняли, что нужно установить, во-первых, прошивку, самую последнюю, которой нет на официальных сайтах. Ссылочку потом я оставлю на эту прошивку. И произвести определенные манипуляции по подкидыванию этой прошивки и настройке уже в самом веб-интерфейсе, на который мы не могли 4 месяца зайти. Извиняюсь за качество звука в видео, потому что снимали мы в серверной. Заходим в него вот мордик, только через обязательно HTTPS, 216 адрес. Он ругается на то, что у нас незащищенное подключение, подтверждаем, что мы этого не боимся. Дальше ждем долгую пору, пока он загрузит логин и пароль. Логин у нас ROOP, пароль по умолчанию, паспорт. Если все правильно, мы предлагаем поменять пароль, принимаем. Теперь ждем, пока загрузится. Вот, оно удобнее. В настройках системы уменяем язык. Default language, расстройка русский. Удаляем. Сейчас он подгрузится. Теперь, чтобы быстрее работать, в настройках системы включим HTTPS. Он у нас отключен. И, по идее, должен у нас загружаться просто через HTTPS. Надо подождать, пока он перезагрузит теперь. Загружаемся через HTTPS. Да. Так, уже наш новый порог. Теперь нам нужно, для того, чтобы дальше работать, прошивку поменять. Заходим в загрузку прошивки. Он просит утвердить логин и пароль. Выбираем фору. Это у нас в этом, имейдж. И загружаем. Это опять надолго. Карта перепрошилась. И теперь нам нужно добавить в таблицу SNLP версии 3 пользователя. Для того, чтобы подключаться с помощью программы WinPro. Здесь мы задаем логин и пароль администратора. Задаем уровень доступа. И оставлю, опять, полный. Аутентификацию не меняем. Так, вот здесь вот еще в таблице SNLP версии 3 мы не включили, как использовать. Возможно, с этого не нашлось. Сейчас сохраню. И это опять у нас займет нового года. Так, после того, как мы включили этого пользователя в таблице SNLP пользователя, делаем то же самое. Добавляем в его программу WinPro. И пробуем найти. Сейчас пользуюсь этим включим. Вот, сегодня на стрессе 11 сейчас он. Прокончиваем поиск и добавим из стресса 11. Закрываем. Вот у нас появилась вторая стресса. Мы кликаем и получаем полный статус по его работе. Можем правую пласть и нажать и изменить его пиль. Надеюсь, это видео будет полезным. И надеюсь, кто-то не потеряет 4 месяца жизни переписки с специалистами компании YPON. Ну, а специалисты компании YPON будут быстрее понимать своих заказчиков, потребителей, пользующихся их оборудованием. Спасибо.